37 миллионов тенге задолжали за электроэнергию жители элитного жилого массива Приморский, что в Актал. Устав бороться с неплательщиками, коммунальщики просто-напросто прекратили подачу света. В итоге небедный район, а это около 500 особняков и коттеджей, погрузился во тьму. Но пострадали от такого решения не только должники, но и те, кто исправно платит по счетам. Татьяна Ковалева попыталась восстановить справедливость. В этом элитном районе Актал богатые тоже плачут. По вине своих непорядочных соседей. В поселке 555 участков, 65 из них погрязли в миллионных долгах за электричество. После безуспешных попыток достучаться до должников, представители актауских электросетей решили обесточить коттеджный поселок. В результате без света остались не только должники, но и добросовестные плательщики. Сутки нет света. Как при этом готовить, стирать, гладить, убирать, когда у тебя двое маленьких детей, дома холод. И нет даже газа. А газа нет по причине того, что заземлился свет и был взрыв дома. Мы платили от 30 и выше тысяч. Некоторые люди платили до 100 тысяч и более за электричество. Я просто не понимаю, почему в таком случае собрались такие большие долги. Значит, идет где-то воровство. Председатель поселка Иван Пападюк не исключает и версию воровства. Старая электролиния в Приморском не соответствует никаким нормам. Сейчас к ней могут подключиться все, кому не лень. И проследить это практически невозможно. Сетует председатель. Люди еще, может, и воруют. Но найти это невозможно. Камер подошел, зашел в землю, заходишь на этот счетчик. А там что, под штукатуркой, под землей, неизвестно. Я могу только со счетчиком снять показания и все. Виной электрического хаоса в элитном поселке стала старая электролиния, которая строилась когда-то как временная, говорят специалисты. Сейчас в Актауское управление электросетей поступает сумма долга с общего поселкового счетчика. Обесточить отдельно каждого нарушителя энергетики себе позволить не могут. Однако к концу этого года жильцов обещают подключить к новой электролинии. Тогда проблемы с утечкой электроэнергии будут решены. А за каждым ее потребителем можно будет проследить отдельно. А вот с миллионными долгами теперь будут разбираться служители Фемиды. Если они не будут выплачивать, установлены заказовы, меры принимают. Если судебное будет решение какое-то, по нему могут приходить судебные исполнители. Наверное, будут описывать имущество. Коммунальщики предлагают жителям приморского поселка разобраться между собой и погасить миллионную задолженность. Иначе владельцы элитных коттеджей рискуют остаться без света накануне зимы. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев, Актау.